Тема у нас сегодня будет такая. Мы разберем работу Богданова «Наука об общественном сознании». Сам Богданов называл эту работу «Краска идеология». Для начала хотелось бы вообще немножко поговорить о Богданове и саму. Надо сказать, что личность у нас, для новопризывших небольшой скажем, личность наших редакторов очень, скажем так, горячо любимая, в том плане, что это, помимо того, что это известный пилот, это, в общем-то, великий ученый, который предсказал достаточно много событий 20-го и даже 21-го века, такие как, например, интернет, ядерная бомба и так далее. Я не знаю, насколько это будет все видно. Сказать хотелось бы следующее, что Александр Богданов работал в частности в тех направлениях, которые тогда еще были совершенно прорывными. они во многих направлениях даже до сих пор еще не совсем раскрылись, в частности, в общей теории систем. Только сейчас с развитием компьютерных систем получает широкое развитие. А он как бы смог эту систему первую создать, на второй технологии. Но теперь уже непосредственно к нашей теме. Сегодня мы говорим про идеологию. Что мы, как правило, себе представляем, когда говорим про идеологию. Какие-то плакаты советских времен или, не знаю, нацистскую Германию времен 30-х. Какие-то пропагандистские фильмы. Но Александр Богданов понимал понятие гораздо шире. Собственно, идео-логос. То есть идеос – это понятная идея. Логос – это наука, наука об идеях. При этом под идеей он понимал не в принципе всю сферу сознания, сколько сознание именно общественных идей. То есть идеология – это наука об общественном сознании, как у нее называют сама работа. Вот. Теперь надо сказать, как Богданов понимал эти слова. То есть, что он понимал под наук об общественном сознании. Тут немного надо сказать как раз, совсем кратко, про его общую теорию системы. Что Богданов рассматривал различные явления с точки зрения этой теории системы. Рассматривая, собственно, как систему, как некоторые модели. Одно из основополагающих моментов общих теорий систем стоит в том, что система – это не просто совокупность элементов. То есть, возьмем, например, машину. Мы не можем просто собрать детали в кучку и сказать, ну вот автомобиль. Это будет бред. Соответственно, Богданов понимал, что вопрос не столько в элементах системы, сколько в их взаимосвязях, взаимодействиях. Именно на этом основано понимание Богданова общества как системы. Что в обществе есть совершенно разные элементы, но вопрос не столько в самих элементах, сколько в их взаимодействиях. И зависит от того, как они взаимодействуют, как, грубо говоря, и как кубики можно перекладывать. Разный будет эффект. Вот. Также важный момент, который следует из общей теории с тем, что у системы, у любой, это характер не только для общества, не только для точных наук и не только для естественных, для любой. Системы характерны, как называемые, системные эффекты. Например, это причинность, адаптивность. Но в нашей текущей теме самое главное – это эффект синергии. Я думаю, может быть, наверняка некоторые из вас знают, что это такое. Я на всякий случай поясню. Синергия – это системный эффект, при котором действие системы в целом может быть гораздо более или менее или вообще не специфично для отдельных элементов. Грубо говоря, собранные в кучку детали от машины никогда не поедут. Но если их правильно, эти детали собрать в этот самый автомобиль, то автомобиль может ехать. Хотя ни одна из деталей автомобиля таким свойством сама в себе не обладает, как автодвижение. Это и есть эффект синергии. Теперь, говоря про структуру общества. Надо понимать, что Богданов рассматривал структуру общества и рассматривал тоже как систему. Любую систему, в принципе, для графической простоты можно изобразить в виде концентрических кругов. В том смысле, что есть некоторые, ну скажем так, центровые моменты и внешние. Если представлять общество в самом его таком примитивном виде, то это некоторая, грубо говоря, система, которой противостоит внешняя среда. Соответственно, какие-то влияния идут в внешние среды. Далее, самое наружное относительно общества – система производства. Соответственно, то, что взаимодействует с внешними проявлениями. Система производства орудит труда. Например, когда мы говорим о тех же самых, не знаю, любой вообще сфере человеческой жизни. Например, то, что мы сидим в этом здании, здесь было чистое поле. Для того, чтобы из этого поля чистое человечество что-то создало, должны были приехать тракторы, должны были приехать работники, которые все это создадут. Далее, следующая, более внутренняя сфера. Соответственно, здесь у нас сфера производства. Здесь идет сфера общества как социальной среды. То есть те же самые работяги, они могут находиться в разном положении. У них может быть разная заработная плата. У них может быть разное отношение к той компании, которая будет производить здесь строительные работки, возведения этого здания. Соответственно, это уже социально-экономическая среда. Ну и наконец, самое, скажем так, грубо говоря, внутреннее для нас, так, в которой человек находится, это среда как раз идеологии. Соответственно, возникают они в течение исторического развития не единовременно. Потому что, естественно, что производство оно в этом плане первичное историческое. Производство было готово до появления полноценного общества. Что я хотел бы обсудить, это то, как Богданов рассматривал, ну скажем так, вот ту систему идеологии, как она взаимоотносится с более первичными элементами. Потому что в ряда всяких там людей, которые называют себя ныне коммунистами, до сих пор такой ходит, скажем так, пространный тезис о том, что, дескать, ну вот идеология, это настройка, это вообще все не так важно, нужно менять средства производства и все будет окей. А идеология это так, ну это блокадики там и так далее, это все не нужно никому. На самом деле, естественно, нет. Потому что если это нечто вторичное, это еще не значит, что оно менее важное. Приведем простой пример. Если мы говорим про, например, ну опять же, производство этого, скажем так, постройку этого здания. Казалось бы, вот в понятии идеологии Богданов вполне закономерно вписывает саму науку. Но можно ли было бы без науки построить это здание? Можно ли было без науки сделать инструменты и технику, которая возводила это здание? Конечно, нет. Соответственно, вторичность не значит посредственность и преодолимость и неважность. Вторичность отражает лишь закономерность именно развития и появления тех или иных подсистем, потому что идеология, по факту, это система в системе. Это, кстати, тоже очень важный тезис по поводу того, что идеология – это система в системе, то есть подсистема общества, некоторый ее слой, потому что это важный тезис к тому пониманию, что идеология – это не какая-то отдельная часть общества или группа лиц и объединения, как, например, класс, страта, нации и так далее. Идеология затрагивает все общество, и любое общество, и любой его элемент, и любого его члена. Теперь, касательно того, как Богданов, ну и мы с вами, будем рассматривать… Так, сейчас проверим теорию о том, что этот маркер не стиральный, да, я был прав, но не суть, потому что, собственно, у меня схем не очень много. По поводу того, как Богданов рассматривал развитие идеологии, он рассматривал его, естественно, в историческом контексте, и в первую очередь в контексте того, что, поскольку мы уже видим, что идеология – это система в системе, то она соответствующим образом связана с развитием более масштабной системы – социальной, экономической и средств производства, естественно. Таким образом, он выделял несколько групп идеологий в соответствии с группами развития этого самого нашего общества. Во-первых, это первобытная идеология, соответственно, с первобытным общинным строем. Далее, это группа патриархальных идеологий, она может быть первичная, это не патриархальных, а авторитарных идеологий, соответственно, может быть либо патриархальная, либо в более развитой форме феодальная. И, наконец, третья большая группа идеологий – это идеологии индивидуалистические. Помимо этого, он еще выделял четвертую группу – группу коллективистских идеологий, но это уже он рассматривал не в качестве исторического контекста, а аппроксимируя свои воззрения, то есть продолжая их и предполагая, что будет дальше, как это будет все выглядеть в будущем. То есть это уже не исторический контекст. Если же рассматривать в историческом контексте и вот по этой схеме пойти, первое, что нам бросается в глаза, что Богданов, вообще-то говоря, здесь никак не выделяет отдельной такой штуки, как рыбовладельчество. То есть мы услышали, да, первобытная общинная строй, там, патриархальный и феодальный, и индивидуалистический, и вон же там всякие сорта капитализма и прочее. Ну и потом уже, да, коллективистки, там всякие кооперативизмы, коммунизмы и прочее. Почему он не выделял? Он действительно не выделял рабовладельчество ни как полноценную идеологическую структуру, то есть свой, и более того, он не выделял рабовладельчество как полноценную социально-экономическую формацию. Потому что, на самом деле, мы еще сегодня немножко в рамках исторического экскурса затронем, рабовладельчество на самом деле, вот как бы Макс понимал, да, с классической классовой теорией и так далее, мы всегда воспринимаем, как бы эти люди не были рабами, мы все равно их воспринимаем как людей. Но воспринимать раба как человека, это с точки зрения экономического развития, совершенно неверно. Раб не человек. Почему? Потому что раб, вот чтобы понять экономическую структуру рабовладельчества, вы экономическую суть, представьте, что вы вот сейчас поедете в Африку и найдете там дерево, на котором станки растут. Вот примерно таким же образом рабовладельческому миру представлялось получение рабов. Они идут в какую-то другую страну, завоевывают новые земли, видят там какие-то народы, но они совершенно другие, с непонятной культурой. И они не предполагают, что эти народы вообще точно такие же типа люди. Они предполагают, что это может что-то на уровне там бычков или обед, который они разбудят. Ну, в общем, точно такие же орудия, скажем так, ресурсы природы, которые можно использовать. Говорящий инструмент. Да, вот. И по факту, да, говорящие орудия, как потом это уже выразилось в греческой философии. Почему это очень важно? Потому что да, нам открывается совершенно другая грань, что если раб — это не человек, то он не может из себя представлять никакого класса, он не может из себя представлять никакой полноправной структуры, вообще он не является субъектом каких-либо экономических отношений, и чисто орудия — это точно так же, как станок. Мы же не можем сказать, что с возникновением, например, роботов у нас появляется какой-то новый класс эксплуатированный. Ну нет, а чисто можем, конечно, это будет шизофрении, и да, ну, в общем-то, мы в нужном месте тогда собрались. Вот. Да, да, еще ЕППШ, так сказать. Вот, если говорить теперь уже по поводу самой исторической концепции Богданова, то можно отметить поэтапно. Во-первых, это первобытные идеологии, которые касаются первобытно-общинного строя. На прошлой лекции, когда нас уступал Миллер, я уже отмечал, и сейчас немножко повторюсь, что вообще само первобытное общество возникает не тогда, когда, да, вот у нас бегают обезьянки, у них все хорошо, им вообще это общество и производство, и вся эта система эксплуатации, и прочее, и прочее, вообще-то все нафиг не надо, у них есть бананчики, у наших предков были, да, им на все это просто наплевать. Общество по-настоящему возникло, когда возник большой ледниковый период, я думаю, основная масса уже помнит, но для новоприбушек я повторю, ледниковый период отнял как раз-таки это одно относительное изобилие, когда этим обезьянкам ничего не хотелось, им пришлось что-то копить на протяжении длительного времени, практически без малого 100 тысяч лет. Вот, вследствие того, что им нужно было что-то копить, чтобы в этом ледниковом периоде выжить, им необходимо, им пришлось развивать какое-то производство, а вместе с производством возникли социально-экономические формации, а вместе с ними возникли естественные идеологические моменты. Вот так для справки, просто чтобы понимать, да, ледниковой период опять это где-то 100 тысяч лет до н.э. Самые древние элементы наскальной живописи это порядка 45 тысяч лет до н.э. То есть вот как раз эти где-то около 65 тысяч лет понадобилось вот этому первобытному котлу в ледниковом периоде, чтобы началось развитие идеологии. Следующий важный момент, который надо отметить, это то, что нам очень часто представляется, да, как вот мы слышим из классических учебников наших школьных по истории, да, что первобытный общинный строй – это строй такого тотального коллективизма, где каждый ничего как бы не понимает себя, ну, как бы не мыслит и так далее. Ну, то есть что это такая единая община, которая, ну, где каждая личность, а личность сама еще не образовалась, есть только индивиды и индивидуальность. Это так, с точки зрения как раз-таки идеологии. Но самое удивительное, что это совершенно не так с точки зрения экономики. Если построить, скажем так, мысленную диаграмму и представить себе первобытный общинный строй, то экономически каждый, ну, скажем так, проточеловек или человек был зависим от общества очень немного, не сильно. Он был зависим от него в абсолютных значениях, но с точки зрения относительных, когда степень взаимодействия с, как бы мы теперь сказали, искусственной средой, она была очень маленькой. Основная деятельность все равно была связана с непосредственным воздействием на природу, когда человек непосредственно применял свои орудия, даже какие-то не орудия, а просто свои силы физические к сбору каких-то ресурсов. И в этом плане он не зависел от общества. И совершенно другая ситуация складывается сейчас, но сразу, чтобы дифференциально, скажем так, провести диагностику, вот, казалось бы, да, какое у нас сейчас общество? Естественно, многие скажут, ну, общество, победившее индивидуально. Но это будет в форме неправильного, на самом деле, потому что у нас общество победившего коллективизма, притом коллективизма тотального и все осуславного будущего. Мы можем сколько угодно говорить про индивидуализм, но мы сидим в здании, построенном другими людьми, мы одеты в одежду, которая построена еще другими людьми, причем в этом процессе задействованы тысячи людей. Мы используем гаджеты, которые еще миллионами людей изобретались, производились и так далее и тому подобное. И в этом плане мы, в отличие от первобытного человека, с обществом связаны не просто значительно, а полностью, от слова совсем. Практически вся наша жизнь уже связана не непосредственно с природой, с внешней средой, а исключительно с обществом социально-экономической информации и средствами производства. И нигде непосредственно, практически с вот этим материалом, такой живой, нечеловеческой, неискусной природой, мы уже практически не встречаемся. Рады, что мы в каких-то пейзархах. Это очень важный момент, потому что, с одной стороны, мы видим коллективизм в идеологии, когда даже самого слова «я», вообще слово «я», оно достаточное понятие «а я», то есть как эго, оно достаточно позднее в этом плане. Оно сформировалось не сразу, оно сформировалось достаточно длительный промежуток времени и по факту смогло кристаллизоваться только уже на авторитарных ступенях развития общества. До этого человек просто не мыслил себя как «я», как личность, потому что ему это было не нужно. Он просто делал, то есть как если бы я там взял что-то, съел что-то, вот я сыт и мне нормально. Мне не нужно задумывать о том, кто такой я и что я здесь в этом мире делаю. Еще один важнейший момент идеологии, прямо вырастающий из однородности самого первобытного общества и его деятельности, потому что она не специализирована, каждый человек может примерно более-менее найти себе еду и как-то участвовать в общественной жизни в простейшей производстве. Это то, что, соответственно, опыт каждого человека был плюс-минус однороден или различие было минимально, там, в зависимости от возраста и так далее. Это обеспечивало то, что как раз не было необходимости обеспечивать свое «я», потому что не возникало каких-то споров. А если возникали, то это были какие-то биологические, скажем так, обусловленные споры на уровне наших нынешних современных обезьян, там, жимпозе, которые они дерутся, конечно, у них есть какие-то конфликты. Обезья, которые… Да, да, да. Но они не обусловлены совершенно никакими естественными, скажем так, естественно общественными процессами. Далее. То, что происходит при этом, происхождение вот первичной идеологии, когда уже само производство возникает. Да. Собственно, производство уже как в рамках, ну скажем так, до класса общества, как система именно вот с развитием там эксплуатации, господства и подчинения и так далее, это все появляется уже после дневного периода. Я тоже об этом на прошлой лекции говорил, кто помнит. Это возникает в районе где-то Альюрского интерстадила, 14 тысяч лет тому назад. При этом возникает, да, ослабевание значительное ледникового периода, и, с одной стороны, человек уже накопил относительный недостаток, ему уже выработалась привычка накапливать, у него уже есть навыки производства, но, с другой стороны, ледниковый период ослабевает, и в связи с этим появляются возможности для более масштабного накопления. И именно здесь возникает тот самый масштаб прибавочного продукта, который позволяет формировать не просто натуральную общину, а уже какое-то жречество, какие-то патриархальные элементы, как раз таки это господство и удочинение и саму эксплуатацию в дальнейшем. Также Богданов отмечает важный момент, что в отличие от распространенного мнения, и, кстати говоря, это, в общем-то, анатомически и физиологически подтверждается, не мысль, не речь произошла от мысли, да, как это нам представляется в наше время, а мысль произошла от речи. То есть изначально человек начал говорить не потому, что он мыслил, не потому, что не возникла личность, он захотел что-то думать. Центр Брок или так называемая физиология вторая сигнальная система в человеческом мозгу возникла как результат речевой деятельности, длительной возникающей в ряду поколений. И именно эта область, эта вторая сигнальная система обуславливала и обуславливает в наше время развитие мышления. То есть мышление – это продукт речевой функции, а не ее причина. Это очень хорошо видно на примере, в общем-то каждый из нас это видел на примере детей, потому что они гораздо раньше начинают говорить первые слова, нежели они, ну, как мы с вами наверняка помним лично, каждый из нас, начинают осознавать себя, задумываться о том, кто они и так далее, что это происходит где-то в 3-4 года, в том момент, когда они уже плюс-минус у них говорят. Далее, следующий важный момент, который надо упомянуть, это то, что постепенно и с развитием речи, с развитием мышления формируются на основе речи. Да, если сказать вообще, что такое речь? Речь формируется на основе необходимости труда и совместной трудовой деятельности. Ну, и не только трудовой, даже любой, в принципе, деятельности, вот как раз в этом новом обществе, которое возникло после дневного периода, ну, даже не после, а во время дневного периода. И ситуация таким образом, что чем больше общество, чем больше и шире его взаимодействия, тем больше необходимость создавать определенные, уже не просто какие-то глагольные формы примитивные, а уже полноценные слова, понятильный аппарат и так далее. Возникают метафоры, возникает распространение понятий, вытекающих из речи, как образа слова. Да, если мы говорим, что слово – это образ действия первоначально, то мысль – это образ слова. И вот эта мысль, как образ слова, начинает распространяться на разные уже не только фактические, там, трудовые действия и так далее, но и на природу, на окружающие какие-то видения, точнее так, на окружающие явления, которые человек видит и наблюдает. И очень важный момент – то, что сначала у него это происходит в совершенно примитивной форме, которая называется первобытный анимизм. То есть человек воспринимает себя, как я, как некоторую волю. Вот у него как раз это я уже обуславливается за счет того, что общество начинает постепенно, скажем так, как разбиваться на различных индивидов. Их функция уже не одинаковая. У него появляется я, и он воспринимает себя, как я. Я хочу – я что-то делаю. Вот лежит камень – он лежит, потому что он хочет. Вот солнце светит – оно светит, потому что оно хочет. Это есть первобытный анимизм и так называемый панопсихизм, когда первобытный человек наделял все окружающие предметы фактически душой и вот этим волевым компонентом. То есть говорил о том, что вот любой предмет, действие происходит потому, что в этом предмете, как вот у меня есть, грубо говоря, моя воля, которую я проявляю, также в них есть какая-то воля, которую они проявляют. Именно отсюда у нас растет появление постепенно вот из этого анимизма различных там первобытных каких-то явлений, там, да, как правило первобытное и так далее, потому что люди поклонялись объектам, тот же самый анимизм постепенно из этого выкристаллизовывается, как на связи, грубо говоря, душ различных предметов и некоторые другие явления. Далее, именно на этом этапе, когда уже идеология накопила достаточный базис для того, чтобы человек мог хоть как-то мыслить, общество у нас само в себе не стоит на месте, оно тоже развивается, за счет накопления эксплуатации и рост прибавочного продукта возникает более глубокая система разделения труда и на этом фоне возникает специализация. Мы помним, что есть несколько разделений труда. Сначала общая деятельность разделилась на охоты и собирательство, потом появилась оседлость, появилось сельское хозяйство и животноводство. Все эти те же самые процессы происходили в период, например, неолитической революции, когда экономика как раз-таки от собирательного типа перешла к полноценной производящей, возникла настоящая экономика в нашем смысле слова, когда человек уже систематически возделывал какую-то землю, систематически разводил каких-то животных на основе того, что община, естественно, уже не представлялась какими-то отдельными небольшими группами, это были крупные, первобытные поселения, специализация заставляла их уже мыслить по-разному. Животновод видит один мир, собиратель видит другой, какой-нибудь сельскохозяйственный, первобытный крестьянин видит третий мир и они уже не могут мыслить в одном духе. Это приводит к тому, что само общество идеологически разбивается, стратифицируется. Это обеспечивает очень интересное явление, что, с одной стороны, это позволяет все более качественно вести общественно полезные какие-то дела, то же самое производство. С другой стороны, возникает необходимость этих людей как-то контролировать и управлять ими. Именно на этой основе возникает самая такая фундаментальная причина дальнейшей эксплуатации класса общества и вообще всего, что мы сейчас видим в нашем этом индивидуалистическом обществе. Это возникает разделение непосредственного производителя и управляющего этим процессом. возникает орудие, человек-орудие и человек-голова. Человек-рук и человек-голова. Возникает вождь, возникает жрец, возникает какой-то управляющий, который осуществляет все более исключительно функцию этого управления. Как правило, почему это, собственно, как говорят, старейшина? Потому что это, как правило, наиболее старый человек, который обладает большим опытом. А опыт это ведь тоже из разряда идеологии. И его функция управления в итоге обеспечивает того, что есть человек, который мыслит полно и видит эту ситуацию сверху в целом. И есть отдельные люди, которые не мыслят ничего, кроме своей области специализации. И это приводит к фундаментальному разделению, которое меняет общество на то и после. Именно отсюда начинается совершенно другая глава. Это авторитарная идеология. Авторитарная, потому что есть авторитарный центр и все, что нет. Возникает ситуация, когда отдельная личность уже не может помыслить до конца системы в целом. Основная масса личности уже не мыслит этой системы. Основная масса общинников. Она лишь подчиняется. На этой же основе происходит полный переворот в идеологии. Возникает, во-первых, возникает религия. Почему она возникает? Да потому что как управлять человеком, если он не понимает, что происходит? Ему нужно как-то примитивным образом объяснить, что он делает и зачем это нужно. Мы помним, что был первобытный анимизм. Он говорит, вот все объекты, они действительно обладают душой, и в них есть какая-то высшая сущность. Суть состоит в том, что есть и даже в этих сущностях, анимах, душах, предметах, есть сущности высокие, которые понимают, и сущности низкие, которые должны подчиняться, как мы с тобой, говорит старейшина общиннику. И именно на этой основе возникает система сначала поли, а затем и олиготеизма, когда есть несколько, грубо говоря, главных божеств, и есть различные духи, демоны там всякие и прочие им подчиненные, как старейшина подчиняет себе общиннику. Оттуда же произрастают и другие важные явления, такие как систематизация мировоззрения, это окончательное выделение личности между индивидуальностями. Именно в авторитарных патриархальных идеологиях и в патриархальных обществах возникает выделение из племени общины, уже социально-экономически, идеологически, а затем постепенно и из общины семьи в более позднее время. Далее, из этого возникает другой важный фактор, что человек, который подчиняется, он мыслит еще, ну скажем так, он все равно еще мыслит, как бы мы теперь сказали идеалистически, но это неверно, потому что тогда еще не было разделения на идеализм, материализм и проектуру, поговорим. Суть состоит в том, что есть единоличный, вот эта единоличная как раз авторитарная личность, которая актролирует какие-то необходимые ему знания. Но, с другой стороны, сама эта личность, которая стоит во главе, она все еще едина личность, она все еще может самостоятельно и полноценно управлять всем процессом. То есть старейшина, которая стоит во главе общины, он еще может самостоятельно и в одиночку это делать. Но очень скоро ситуация начинает меняться. Потому что чем больше опять же община, тем сложнее даже этому одному человеку, который взял уже на себя исключительно управленческие обязанности, самостоятельно вершить это управление. Ему нужны подчиненные, ему нужны какие-то дополнительные промежуточные зрения. Возникает изначально система вот этого управления. Более того, вырастает вторая система вместе с правом государства. Когда это управление перестает быть осознаваемым для каждого человека. Когда человеку уже невозможно каждому самостоятельно понимать эту систему, и он должен просто принимать некоторые правила игры. Почему это так важно? Потому что из этого момента начинается следующая ступень. Просто патриархальное общество преобразуется в общество феодализма. Сначала это первобытный феодализм. Это так называемый первобытный царизм, как его называют по классическим марксистским разделениям. Это такие явления, как древнеегитетское царство, Бавилонские царства, Шумиро-Акадские, Ассирийские царства и прочее. В общем, все эти так называемые еще называют восточные диспатии. А тут же постепенно, правда несколько другим путем, возникают различные государственные образования на территории Древней Греции, Древнего Рима. Надо сказать, что Древний Рим, мы его знаем, что первое, что мы говорим о Древнем Рим, это мы сразу примем Римскую республику. Но вообще-то говоря, Рим начался не с республики, Рим начался с Семецарствия. Это и есть тот самый первобытный царизм, и это Семецарствие Рима происходило именно в виде первобытного феодолизма. При этом, когда возникает вот эта система уже полноценной эксплуатации, полноценного господства и подчинения, полноценного государственного правового аппарата, возникают другие явления, которые вызваны централизацией все больше, что определенная группа лиц все больше подчиняет себе все более узкоспециализированных лиц, потому что возникают ремесла, возникает необходимость вести полноценные войны и так далее. Возникают, например, вследствие иерархичности связи, постепенно из классического политоизма начинают возникать какие-то прародители будущих монотеистических религий. Это такие явления, например, как зороастризм, как метроизм. Да, метроизм, например, и некоторые другие. То есть такие одни из древнейших монотеистических религий. Вместе с этим возникает разграничение религиозного и светского. Откуда оно возникает? Потому что человек уже видит, что вот допустим, есть Бог, он всем управляет. Но вот камнем-то, а он уже понимает из-за опыта камнем-то, я чисто управляю, могу его перевожить, я могу его разбить, сделать из него щели и так далее. Человек уже постепенно понимает, что в некоторых объектах нет души. И появляется разделение на одушевленное и одушевленное. Вместе с этим разделением в идеологии появляется то, что мы говорим, разделение на религиозное и светское. Потому что Бог управляет, скажем так, одушевленным и мной, а я, в свою очередь, управляю чем-то более простым и примитивным и неодушевленным, что моя воля, моя воля может и воля других моих собратьев может себе подчинить. Вместе с этим возникает уже полноценный распад семьи, точнее, не семей, а распад общин на семью, и здесь же возникает другое важное явление. Почему возникает вот этот продолжающийся распад на какие-то страты, там, семьи отдельные? Оказывается, что, с одной стороны, вот эта группа лиц уже, группа, это уже не один человек, не старейший, а группа лиц уже начинает между собой как-то бороться, потому что они уже сами начинают путаться в своих обязанностях, в том, что они должны делать, в том, что им можно делать, в том, что им правильно делать. И из этого возникает очень важный момент, переломный. Более того, если посмотреть, это правда, про это как раз Богданов не пишет, но я хотел бы про это уточнить, потому что момент очень интересный. Переход в идеологии от, скажем так, вот этого первобытно-феодального общества к последующим, там, обществам будущего рабовладения, там, и так далее, он может быть нами не просто вычислен, но вычислен даже плюс-минус с достаточно точной датой. Именно в идеологии. Потому что есть примечательная работа Аристотеля, которая делит в этом смысле философию, а вместе с ней и идеологию всю общество на до и после. Но я сейчас объясню, почему здесь именно Аристотель нам гораздо более важен. Кто-нибудь из аудитории нас помнит вообще, когда Аристотель и Платон у нас существовали? Хронологически. Пятый на Африку. Ну, рисуют. Четвертый. Четвертый. Платону с начала пятого. Хорошо. Вместе с этим походы Александра Македонского. Как и каких аналогичных дат? Тридцать четвертый. Тридцать тридцать четвертый. Тридцать тридцать четвертый. Тридцать тридцать шестой. Ну, там плюс-минус. Плюс-минус. Так. И вместе с этим, когда у нас... Ну, это правда, наверное, более личный вопрос. Когда у нас реформа Грак проводится? Реформа Грак в 130-й год в этом отношении. Вот. Значит, смотрите. Два братья, они... Да. Значит, я сейчас все объясню. Суть состоит в следующем. У нас очень часто, когда мы изучаем историю, мы изучаем ее последовательно по различным регионам. И мы изучаем сначала, грубо говоря, Древний Египет, потом Древний Грецию, потом Древний Рим. У нас возникает ощущение, что это какие-то последовательные события. Вот Древний Египет, он, скажем так, появился и исчез, возникла Древняя Греция, появился и исчез, но возник Древний Рим, он появился и исчез. Естественно, это время. В чем состоит суть? Аристотель, и, точнее, сначала его учитель Платон, а Аристотель, напоминаю, это ученик Платона, они жили и существовали в то время, когда Древняя Греция потихонечку шла к завершению сумней эпохи. Надо сказать, что Александр Македонский и, собственно, Македония смогла осуществлять свою экспансию на фоне окончательного развала Морского Союза и долгих длительных споров Афинской части и Греции, Спартанской части Греции. И именно на основе этих противоречий Македония смогла покорить этот регион в дальнейшем и Персинские всякие области. И, кстати говоря, Платон умер как раз-таки, по-моему, в тот же год, когда Александр Македонский захватил город, в котором долгое время он, я имею в виду Платон, проводил свои учения. В чем здесь суть? В том, что Платон, если мы помним, может, кто-то не помнит, но напомнит, у него основная идея была как раз-таки разделение, грубо говоря, человеческого опыта, как что человек ограничен своим опытом, в том плане, что он находится в пещере, и все, что он видит своими глазами, слышит ушами и чувствует руками, это лишь мир теней, теней некоторого внешнего мира, которое, общество и так далее, это все вторичные вещи, лишь тени настоящего мира. А Аристотель был, как мы помним, Платон не друхнует стен на дороже, мы сказали не Аристотеля, Аристотель был последователем, учеником, но при этом главным критиком Платона. И суть в том, что он как раз-таки говорил, что нет, настоящий мир он здесь, просто он как-то вот внутри объектов, вот есть материя, форма и так далее. В чем здесь переломный момент? Платон в каком-то философском таком смысле это страдание по уходящей натур философии. Почему страдание? Что бы натур философии? Это когда сама философия еще не была у нас отдельной дисциплиной и так далее, а натур философии она включала в себя, грубо говоря, и математику, и какие-то основы биологии, и прочее, и прочее, и прочее. И по факту философии это была такая всеобъединяющая научная дисциплина, потому что сама идеология человека до этого была единой. И отдельная личность могла наблюдать весь какой-то научный мир общества и его как-то обрабатывать. Когда же идет Древняя Греция к своему закату, общество уже стало настолько сложным, и производство, и все структуры его стали уже настолько сложными, что один человек уже не в состоянии это сделать. И он видит мир уже не через призму своего непосредственного опыта, то есть природу. Он видит через знания других людей. Это как раз таки, в каком-то смысле, это как раз таки та самая платоновская пещера. Потому что человек уже не может узнать все знания мира. Он уже вынужденно верит и доверяет другим людям. А почему для нас так примечательна работа Аристотеля? Потому что он говорит, что все гораздо проще в идеологическом смысле. Просто мир разделен на материальное и духовное, на форму и сущность, на, грубо говоря, как мы бы теперь сказали уже, да, диалектику и, собственно, его метафизику и так далее. Все это классическое философское разделение на идеализм и материализм, метафизику и диалектику, оно начинается именно с работы Аристотеля. И суть в том, что именно отсюда же, с этого же момента, начинается очень примечательная период истории древнего мира. И я даже, наверное, напишу аббревиатуру. Расшифровываю. Сенатус пополус ту романис. Четвертый век нашей эры, до нашей эры, прошу прощения, это век унических войн. Это век, когда Рим стал, по факту, самым главным государственным образованием всего мира. Западного, но это для нас не столь важно, потому что мы все же родили западного мира. Через буквально несколько сотен лет, даже чуть меньше, практически через 200, Рим станет, по факту, вообще всем миром. Потому что он так или иначе, по прямым или костным образом, подчинит себе территории от Запада Испании до Иудеи и дальше. Буквально там, грубо говоря, до Великой Армении, да? И Ютуб. Да, и потом и Ютуб. Да, да, да. От севера Рейна и до пустыни Сахара. И вот вся эта система, она сможет покорить, где-то весь мир, именно система римского образца общества по одной простой причине. Вот как бы мы себе представили, в чем фундаментальное отличие Греции и ее системы, государственное управление, системы общества и идеологии от Римской. Вот как происходила, например, колонизация Большой Греции. Закройте, пожалуйста, дверь. Если можно. И ситуация обстоит таким образом, что в итоге идет дальнейшее неживание людей, оно продолжается все более и заканчивается тем, что по факту, вот в нынешнем нашем положении, каждый человек оказывается по факту сам по себе в идеологическом поле. Потому что в одной сфере, в одном слое, например, социальная структура, даже, не знаю, обычного москвича, он вроде москвич, он может работать по найму и все такое, но он может работать на разной работе с разной системой оплаты, с разным участием. У кого-то есть акции в каком-нибудь фирме, у кого-то нет, у кого-то есть банковский счет большой, у кого-то нет и так далее. И вся эта систематическая статификация приводит к тому, что социально-идеологически каждый человек обстоит исключительно сам по себе. Происходит это тем образом, что как раз таки продолжающаяся, если мы смотрим с производственной большой системы, что продолжающееся развитие специализации в конечном итоге доводит человека до максимума отчужденности, а даже от самого себя. Это классическая, это петеристическая мануфактура, когда человек уже даже не орудие труда, он лишь маленький инструментик выполнения одной какой-то простейшей манипуляции. Например, заворачивание ушко иглы. Все. То есть вот человек сидит и 16 часов в сутки заворачивает ушко иглы. Он больше ничего не делает в этой жизни. Это полный идеологический распад. Но что самое удивительное, с экономической и производственной точки зрения идет равнопротивоположная тенденция перехода от индивидуализма к коллективизму. Потому что этот человек, который заворачивает ушко иглы, очевидно уже не добывает себе еды другим, непосредственно, да, другим образом. Не шьет себе одежду, не устроит себе дом. Он уже из-за того, что он выполняет только одну операцию, по всем остальным операциям и по всем остальным видам труда полностью зависим от других людей. И эта тенденция продолжается и с развитием промышленного производства, и с развитием, в принципе, вот нашего уже нового, скажем так, как называют, общества постмодерна и информационного, потому что, появляя все больше людей, то все больше зависит. В конечном итоге ситуация обстоится таким образом, что, казалось бы, вот мы находимся в нынешней ситуации. С одной стороны, полностью тотальный коллективизм в плане производства и экономики, с другой стороны, мы находимся в ситуации тотального индивидуализма, потому что каждый человек отчужден не только от своих, не только от других людей, но даже и зачастую от своих собственных эмоций, от своих собственных каких-то переживаний, даже от своего собственного труда, в конечном итоге, что самое главное. Именно поэтому возникает то самое частое разделение в нашей социальной сфере, особенно в развитых плюс-минус городах, где у человека есть две жизни – работа и все остальное. Он работает – это один человек, потому что это человек, который продает себя. И другой человек, который возвращается с работы, он превращается, по факту, в другую личность. На этой же основе существует та колоссальная проблема с, например, психическими грубыми заболеваниями в мегаполисе, где как-нибудь здесь нам вопрос суждать про это. Потому что в мегаполисе, казалось бы, так много людей, но в итоге это сжатие огромного количества населения, миллионов, а в некоторых городах десятков, десятков миллионов людей на территории малюсенькой, по факту, какой-то агломерации приводит к тому, что эти люди все больше конкурируют друг с другом и вынуждены все больше на фоне этой конкуренции отчуждать от себя самого все, что вообще только можно. Отсюда возникают всякие эти явления таким же культурные, как то, что мы как раз называем постмодерном общественном спектакле, потому что человек уже становится, по большому счету, как личности все равно. Он существует в парадигме не того, что он хочет, не в своих реальных интенциях. Он существует в парадигме того, что от него требует система. И эти навязанные правила его убивают и идеологически разлагают. Что же говорит Богданов по поводу того, что же должно на фоне произойти дальше? Казалось бы, эта ситуация вроде не разрешена. Но он говорит, что здесь уже сейчас, в то время, это начало 20 века, мы замечаем некоторые противоположные тенденции в развитии и производства, из-за этого и экономики, из-за этого и идеологии. Поскольку я уже недаром акцентировал внимание на первичность и вторичность, мы говорим о том, что идеология всегда запаздывает от развития социально-экономической, тем более производственной сути. Что же мы видим в последних? С одной стороны, широчайшее развитие автоматизации. И Богданов уже тогда, как раз таки в начале 20 века указывал, что эта тенденция определенно победит. И сейчас мы знаем, что он оказался прав. Автоматизации производства, автоматизации огромного спектра действий человека, даже не связанного непосредственным трудом. Второе. Это коллективизация уже не только социально-экономическая, но и, не только производственная, но и как раз таки социально-экономическая, когда коллективные формы собственности будут превалировать над индивидуальными. Я, по-моему, ну да, я как раз таки рассказывал про то, что возникает еще в патриархальных обществах такая тенденция, что один человек не может управлять. Нужно много. Это сначала проявляется исключительно в государстве, но постепенно это проявляется везде. Вот у нас очень любят опять же те же самые так называемые коммунисты кричать, что вот нам нужен коллективизм на формы собственности. Но основная масса, 90, наверное, процентов форм собственности в нынешних условиях капитализма, они уже коллективные, это акционерное общество. Это коллективная собственность, а не индивидуальная, частная. То есть человек там уже не единолично владеет каким-либо предприятием. И отсюда же вытекает следующий важный момент, что те же самые какие-то крупные монополии из абсолютного, как это иногда представляется некоторым людям зла, становятся на самом деле обращающими прогресса. Потому что такие корпорации, как Google, становятся настолько крупными и полновластными, что в некоторых аспектах начинают напоминать протогосударственные структуры. В том плане, что они могут императивно устанавливать определенные корпоративные правила, создавать систему страхов и поощрений, внутри компании создавать самоуправление, кстати говоря, которое до сих пор действует, и так далее. То есть полноценно идет уже расширение этой структуры. Но, что важно, эта структура существует не на основе конкуренции, а на основе профессионального сотрудничества. Это вторая тенденция. И, наконец, третье, что на основе этих первых двух возникает, во-первых, деспециализация. И мы это тоже видим. Сам факт того, что у нас есть свободное время и достаточное знание, чтобы сейчас находиться здесь и понимать вообще дискурс, это уже об этом говорит хоть что-то. И второй момент – это то, что на основе этой деспециализации каждый человек вновь приобретает возможность, уже не фактическую, но потенциальную, понимать структуру общества или хотя бы крупную часть этого общества и его необходимости, как бы мы сказали, сверху. То есть организаторские способности, организаторская воля и вот этот императив передаются в том или ином виде уже каждому человеку. И мы это уже видим. Потому что, опять же, те же самые слои населения в наиболее развитых странах зачастую уже в огромной доле по сравнению с началом 20 века так или иначе задействованы в предпринимательстве, обладают акциями, обладают крупными накоплениями. Можно сказать, что это происходит за счет эксплуатации стран третьего мира? Да, это будет действительно так. Но вопрос в том, что эксплуатация, она не имеет свойства просто перекладывания из одного кармана в другой. Система эксплуатации имеет и прогрессивную историческую суть в том плане, что именно эксплуатация человека самим собой в самое раннее время, которое мы рассматривали, я тоже упоминал на прошлой лекции, самые ранние этапы позволила человеку накоплять. То есть позволила ему создать такую систему, в которой он хоть что-то откладывал для развития на будущее. Он эксплуатирует сам себя. И именно к этой системе в конечном итоге идет уже коллективизм нового типа. Рациональный. Он уже не подавляет индивидуальность, но максимально ее развивает. Он уже не подавляет различия, интенсия людей в том плане, что один хочет одного, другой другого. Но не вставит уже эти различные желания в состояние конкуренции, когда либо у одного человека хорошо, либо у другого, как на данном этапе. И из этого же Богданов делает самый главный вывод. Он говорит, что такая система, она не просто, да, можно сказать, вот она морально, она лучше, она справедливее. Он говорил не про это. Он говорит, что она объективно необходима. Потому что она объективно более прогрессивна и продуктивна. Потому что когда каждый человек, грубо говоря, работает сам на себя, то у него желание работать, желание трудиться гораздо больше. И его продуктивность при этом гораздо выше. Я думаю, поскольку основная масса здесь, если не все у нас являются студентами или были студентами, то я думаю, каждый из нас поймет, что вот представьте себе ситуацию, что нас императивно куда-нибудь после девятого класса впихивали бы в какой-нибудь рандомный бус и говорили бы, вот все, ты будешь этим учись. Какова была бы мотивация учиться? Ну, она была бы около нулевая. Но за счет того, что у каждого человека здесь сидящего, я думаю, был в свое время выбор, куда поступать, или во всяком случае какие-то элементы выбора, или во всяком случае теперь появляются элементы выбора, это обеспечивает то, что человек может как раз-таки за счет своих различий найти себе более подходящее место и более продуктивно работать на себя. Другое дело, что это на данный момент никак неим образом не отменяет существующую систему эксплуатации, наемного труда и отчуждения прибавочной стоимости. Вот, в принципе, пожалуй, по поводу самой работы все. Богданов заканчивает тем, что те предпосылки, которые сложились на момент последнего издания этой работы по его жизни, показали себя в виде революции, Великой Русской революции, но надо сразу сказать, что сам Богданов еще в 11-м году говорил о том, что русская революция будет, конечно, великой, она будет крайне кровавой, и то, что будет после, это будет великой на социализм. Достаточно известная цитата из «Красной звезды» его. Получается, если мы рассматриваем движение общества, идеологии и экономии, в том числе, и производство того, что он так пишет в этой книге про технику, он-то другим словом сочет, конечно, был тащен, но тем не менее. Получается, у кого-то так идет этот движение. Зачем у нас появляется общение с трой? Потом идет авторитал. Потом, по-другому, феодализм будет так. Ну да, там патриаркальный, плюс феодализм. Ну, в целом, авторитал. Синтезируется между собой. Далее, тут идет археологический строитель, буржуазный и социализм. Получается, это концепция противоречит основной концепции советской системы? Советской, абсолютно точно. Противоречит. Кстати, при концепции Маркса нет. Потому что Маркс вообще приводил... Да, он взял и антический способ производства, и азиатский. У меня там были некоторые вопросы. Потому что, когда Маркс открыл, оказывается, что кроме Европы есть еще и Азия, и Африка. Надо как все эти деньги. Он начал изучать, разбирать, но уже не было времени, чтобы сделать новую концепцию. Что было, то было. Потом это было установлено в качестве догмы, что только так, и по-другому быть не будет. А уже по времени Багданов было понятно, что... Потому что там Римская империя была, но, на всяком случае, более агрессивна и в плане развития, и в плане развития, и в плане произведения, например, металлогии и в них произведения. Сейчас это же самое не было средневековое, да? Как будто было раздроблено. Понятно, что... То есть тут именно такого нет, что не все артисты еще к этому пришли. Это, конечно, большая проблема. Потому что старые догмы, они, к сожалению... Да. Их только можно влюбивать... По поводу... По поводу... Вот еще подразделений, вот ты... Бенурового владельца Богданов, он это... Ну, как сказать, называл вообще в целом группой индивидуалистической... Да, он же там еще пишет про то, что там есть идеальное общество индивидуалистов. Он там разделяет, он дальше классифицирует уже индивидуалистические... Как абстракция, понимаете? Он выделяет идеальное, скажем так, как абстрактную, как раз, ты правильно говоришь, как абстрактную модель, и дальше подразделяет их по фактическим типам. Он выделяет языки индивидуалистических, индивидуалистическим обществом выделяет общество рабовладельческое, общество торгового капитализма, еще это, кстати говоря, забыл. помимо этого общество промышленного капитализма и наконец он переходит плавно к обществам коллективистской коллективистическим или коллективистским с идеологической точки зрения общества вот но важный момент что все эти подтипы вносит в один большой тип то есть итогово с учетом коллективизма этих типов всего 4 вообще какие определения у богданова индивидуализм если говорить про идеологический индивидуализм коллективизм это коллективизм это такая система при которой каждый человек имеет я сейчас своим с вами естественно точно не помню что коллективе коллективистской новая коллективистская форма это такая форма которая в которой каждый человек так или иначе на рациональной основе и свободе связан другими лицами и кооперируется с ними с целью достижения максимальной выгоды а индивидуалистское общество это такое в котором каждый человек на вследствие конкуренции либо других причин здесь не столь важно в историческом плане вследствие конкуренции а между людьми экономически противостоит идеологически другому человеку и ограничен своим опытом и противопоставляет свой опыт опыту другого человека то есть грубо говоря вот опять же пример там какой-то оголтелый национализм если мы берем да совсем не такие вражденческие формы когда человек даже не хочет воспринимать что вот у другого у другой стороны могут быть какие-то вообще тоже свои виденные ситуации он воспринимает только свою и вообще их найдет другое другую какую-то альтернативу вот или даже в совершенно индивидуальном плане когда в рамках например какого-то общего рабочего процесса человек просто хочет получить себе выше захвату любыми средствами иногда даже подставляют других людей потому что он противостоит им потому что такое общество которое экономически соответствует в идеологии общества индивидуализма устроен таким образом что повышение одного всегда обозначает понижению другого это игра с нулевой силой у меня было обращение спасибо большое за подробный доклад очень глубокий вот первый момент по удобному что было помянуто вот когда изучаешь государство имя в 20 веке вообще как мы все его знаем собственно советский вариант идеологии уже такой советский скажем так то что началось с с ленинсом пролитарской идеологией я только понятно почему запретал но сама эта идея о том что в истории там истории там с необходимостью что-то реализуется или то что неизбежно москвенным социализмом и что-то такое сама вот эта прогрессистская концепция она по сути идеалистическая гигелью маркс по сути не критически заимствовала гигеля гигеля была идея о том что это все это будет очень заметно сейчас я тоже скажу что есть абсолютная идея в истории группы она по мере самопознания соответственно если я реализую она в лекциях в истории философии это все развивала рассматриваю в этом смысле я Александр Македонский у меня тоже был родитель саморазвёртывающегося абсолютного духа на определенном этапе восстановления вот и если мы это сравним с тем материализмом современным современная философия в то же время является террористической тот же мир кстати у нас сегодня 2-7-2 года исполняется ух ты вот и да как бы они говорят о том что вот потому что Ленин писал о материализме и о первых критерсисме что по мере накопления научного знания соответственно материализм сам не трогается вот в этом смысле Жижа говорит в этом смысле мы должны признать что сам материализм Ленина он сам по себе уже является устаревшим те достижения которые были достигнуты за последнее время науки математики в других сферах одна тема для отдельного разговора здесь можно тоже очень легко уйти вот что касается второго замечания то по сути по поводу самого феномена идеологии все таки как бы те общества которые совершают опыт они делают террористическое общество и с ними же социалистическое они различны не только потому что они реализуют скажем там индустриальную вкладу становления человеческой цивилизации если можно так и идеалистический результат в том сути что у Гигеля было понятие диалектики рады господина которая тоже в настоящее время имеет развитие в летах у многих ученых а суть заключается в том что если мы берем на такие примитивные общества ну я имею ввиду доказательства они строятся очень просто это было отмечено докладчиком потому что по сути речь идет об отчуждении того продукта который существует в природе там нет того производства нет всего остального нет кстати развитого углубления труда который является собственно инвариантом прогресса и соответственно здесь так же получается что а при киртализме там уже нет такого открытого присвоения то есть здесь речь идет не о том что я рабовладелец я отнимаю у тебя право свободно распоряжаться своей рабочей силы или я не феодал я не присваиваю твои земли хотя у тебя там может быть а при киртализме соответственно отчуждается как бы человек он как бы с одной стороны в свободе но это включено в чем специфик таризм заключается что в нем как бы оно это отчуждение скажем опять если возвращаться для речи права и господина оно осуществляется опосредованно и в этом смысле феномен идеологии он очень многими исследователями вообще считается что идеология оно вот такое понятие оно существует только в нашем в таком современном обществе потому что до индустриального общества или азиатского способа производства они все свои противоречия и политические и другого плана и то о чем говорит Багданов отчуждение от знания абсолютно знания как будто бы это является идеалом что каждая кухарка непременно должна отдать всем полнотой знания чтобы правильные государства к вопросу об идеализме ну смотри как я это так понимаю и соответственно соответственно и сам феномен идеологии если мы будем рассмотреть его сущность он при капитализме имеет несколько другие черты он очень тесно связан с феноменом когда возникает такой феномен что по сути как бы отношения между людьми как отношения людей в процессе производства товаров меняются тем как они эти то есть вот пример с домом который в самом начале был приведен он очень хорошо это показывает что вот мы как бы наш общий в том смысле что у него все является как бы распределением продукты являются следственным разделением труда и в данном случае идеология я как раз хотел привести цитату из возвышенного объекта идеологии с вашего позволения приведу на большую цитату одним из наглядных примеров показывающих действенность этого постулата может быть наше отношение к материальности денег мы все очень хорошо знаем что деньги подобно всем нематериальным объектам приходит негодность от долгого употребления что их материальное тело изменяется со временем однако в социальной действительности рынка мы тем не менее обращаемся с ними так как если бы они они состояли из субстанций неподвижные изменения субстанций над которой не властно время и которая совершенно отлично от любой другой материи обнаруживаемой в природе как не вспомнить здесь формула фетишистского отказа от реалийси я очень хорошо знаю но все же вот и как бы тут он приводит примеры вот мы несомненно должны добавить пример с землями я знаю что деньги являются материальным объектом так же как и все остальные но все же в реальности мы ведем себя как субстанцисты которые реально не понимают как бы с чем имеют дело и какой из этого вывод уже в плоскости идеологии самое главное основным парадоксом этих взаимоотношений между социальной эффективностью товарного обмена и его осознанием то что не вернулось если вновь воспользоваться жадко формулировок визуально является то что это незнание действительности то есть то что феномен товарного фетишизма является частью ее сути социальная эффективность процесса обмена это такая действительность которая возможно сама онтологическая устойчивость которая предполагает определенное незнание со стороны своих участников это логический смысл что действует как закон природы примитив общества если нам удастся проникнуть к истинным закономерностям социальной действительности эта действительность может оказаться разрушена и дальше самое главное возможно это и есть фундаментальное изделение идеологии идеология это не просто ложное сознание любимое если это и это человек я немножко это прокомментирую. Значит, ситуация вся следующим образом. Насколько мне известно, вообще вот эта концепция, в принципе, отказа от, так называемого, отказа от реальности, да вообще, можно сказать, даже начиная с того самого гидобора общества спектакля, суд существует в следующем, что на данном этапе общество наше, может, еще немножко для слушателей поясним, чтобы было понятно, человек уже находится полностью огражденным обществом от внешнего мира. И он не имеет возможности взаимодействия с какими-то предметами непосредственно. Нам кажется, вот опять же, те же самые деньги. Вроде мы же можем, я могу достать монетку или еще что-то. Кстати говоря, тоже важный момент, но и так, наверное, больше к лекции про капитализм, вот это не совсем деньги по Марксу, точнее, вообще не деньги по Марксу, бумажки. А вот это, это деньги, настоящие, потому что они сделаны из металла. Вот, ну это так, пока я вспомню. Ну, я условно говорю, но для визуального понимания. Факт в том, что можно и деньги без конца делать, все экономически. Ну, это понятно. Поэтому, по Марксу. Поэтому, по Марксу. Я считаю, что это будет отношение. Вот, да. Значит, ситуация обстоит таким образом, что, казалось бы, даже те же самые деньги, они вроде имеют реальную физическую сущность, я могу их пощупать и так далее. Но уже в моей голове, за счет того, что каждый день я нахожусь вот в этом эпицентре какого-то социального действа, мне привносятся идеи. Например, тот же самый «Товарный втяжин», кстати говоря, Богдан, он очень хорошо разбирает книжечки, подробные в нескольких, даже как глава. В том смысле, что он говорит и про его происхождение, отчасти повторя концепцию Маркса, и говорит про его развитие, даже предсказывает, кстати говоря, нынешнее положение вещей по поводу того, что будет некоторое ответвление развития этого фетишизма, когда сама вещь станет по факту вещь – это будет иллюзией. Вещь, иллюзия, и вещь – это будет одно и то же. Вот. И возвращаясь к денежке то же самое, да, вот вроде монетка. Но я уже ее не мыслю как монетку, да, потому что идея, она же – это вещь, а идея – она как бы здесь. И мое представление монетки уже глубочайшим образом искажено тем явлением, что я акцептирую, принимаю мнение общества. По поводу того, что вот вроде я мог бы сказать, да, вот монетка там подрана, или там бумажка какая-то подрана, там вообще совершенно другую материальную структуру, нежели другие такие же бумажки. Но поскольку я знаю, что если я приду с этой форманной бумажкой в какой-нибудь Сбербанк или там в другое место смогу ее обвинять на другую такую же бумажку, да, и мне ее обвиняют по принципу один к одному, я уже могу представлять ее как равной этой бумажке или по факту такую же. Несмотря на то, что казалось бы очевидным является то, что она другая и не равная по каким-то там физическим характеристикам. По поводу того же самого товарного фактишизма можно сказать следующее, что действительно, во-первых, надо еще вот какое важное вам сказать, что зачастую видится, когда вот мы говорим там, например, историческую необходимость как раз вот как Маркс и так далее, что всегда была и есть какая-то генеральная линия, и все общество монолитно по ней идет. Я напоминаю, что когда у нас в Англии Ленворды начали устраивать капитализм, то основная масса населения вообще-то говоря была против. И потом появляются различные направления, вроде лудидов, которые ломали станки, там и бог еще знает кто. И не было такой серьезной социально-экономической реформы, которая не встречала бы сопротивление значительных масс. То есть каждый раз есть какое-то пагубное, негативное, регрессивное, реакционное ответвление, которое идет непонятно куда, но суть исторической, скажем так, вот этой закономерности не в том, что не возникает таких ответвений, а в том, что вследствие естественных причин, которые можно описать всем вплоть до математики, они в итоге оказываются менее продуктивными и просто-напросто отмирают. Но очевидно, что те же самые лудиды, которые ломали из станки на собственных предприятиях, убили эти предприятия, и в итоге они просто не могли дальше развиваться, и на этом есть лудиды заканчиваются. Мне в этом плане всегда показателен совершенно другой пример, который вообще из медицинской отрасли. Он совершенно настоящий, но от того, может быть, он черный и морной, но от того не менее, скажем так, хороший. Когда только появилась вообще информация про ВИЧ, вирус иммунодефицита человека, естественно, появилось огромное количество конспирологов, вот как раз из этого области товарного птичизма, и не только товарного, которые говорили, что это всё, там, проделки ЦРУ, там, против геев, там, лесбиянок и так далее, вообще всё это не существует. Напоминаю, что само явление ВИЧ, оно появилось у нас в 80-х, но так уж случилось, что каким-то образом к концу 90-х все эти люди затихли. Как вы будете починены? Потому что основной электорат умер. Естественно. Всё, that's all folks, так сказать. И на этом всё заканчивается, да, то есть и в этом вся суть и экономических, и биологических, и вообще любых явлений, что вопрос не в наличии или отсутствии альтернатив, а в том, какая альтернатива наиболее благоприятная. Опять же, вот сам факт того, что мы здесь сидим, говорит о том, что мы являемся хотя бы какой-то альтернативой, то есть мы думаем, мы понимаем, что денег – это какой-то объект вполне вещественный, он может портиться и так далее. Вот. Да, 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 да. Вот, значит, и обстоятельства. Таким образом, что можно сказать, вот есть сам основная масса общества, она идет бог знает куда, но мы-то есть, и есть тысячи других, и миллион других людей, которые не воспринимают это, и не впадают в эти иллюзии, ну или хотя бы впадают в них в гораздо меньшей степени, чем вот эта вот пагубная масса. И соответственно, эти люди за счет того, что они не впадают в эти иллюзии, более продуктивные, в конечном итоге смогут вывести, а те не смогут. Ну или смогут гораздо хуже. В этом и есть вся историческая закономерность. И еще немножко, говоря про вообще птишизм, вот такие идеологические явления, как вот отказ и реальность тоже в первую очередь, это еще связано с чем, если более простым языком говорить, чтобы была понятна эта цитата в том числе. Опять же, Богданов это хорошо описывает, что вот, например, возьмем какого-нибудь потребителя. Поскольку он один, у него нет ни потребительского какого-то общества, ни какого-то там, не знаю, собственного производства, вообще ничего нет. Он просто работает по наимному труду и просто покупает товары на рынке. Каждый день он приходит на рынок покупать себе товары. Но периодически он приходит туда и у него глаза увеличиваются, потому что он видит, что цены каким-то катастрофическим образом изменились, особенно если это происходит в кризисное время, когда вчера пришел что-нибудь стоило 10 рублей, а завтра пришел стоило 10 миллионов. Да, как-то 90 миллионов. И он не понимает, что происходит, но для него это объективная непреложность. И он воспринимает, что он может понять схемы развития, установления и изменения цен, и для него цена уже, скажем так, импонентно, то есть непосредственно связана с самим товаром. Но это и есть фетишизм. Да, но это и есть фетишизм, собственно. И таким же образом, по такому же принципу, человек может впадать в фетишизм по поводу всего. В конечном итоге отказываясь от реальности в пользу вот этой некоторой имманентной актраированной сущности, актраированной ему каким-либо там обществом, неважно, будем называть это обществом, спектаклем, или любым другим образом. Суть в том, что его, грубо говоря, если компания, грубо говоря, друзей, ему говорит какую-то вещь, и модифицирует его мысль этого человека таким образом, что он воспринимает фактическое явление через розовые очки, и уже эти розовые очки являются его реальностью, а не обстоятельством дела. Но, опять же, здесь есть такой важный момент, который мы неоднократно приводили одному товарищу, которого сегодня нет, товарищу Павару, который нас очень любит утверждать, ну типа, а что если вот общество идет к матрице, типа, ну вот, все, мы все умрем и будем в колбах и так далее. Ну типа, что общество идет к иллюзии тотальной, да, что вот это общество, спектакль переродится в полные люди, которые никак не будут связаны с реальностью. Тут же надо заметить, что само понятие иллюзии в таком контексте, оно тоже немножко идеалистично. Потому что любая иллюзия, она на самом деле это лишь условность, это лишь абстракция. Настоящих в нашем смысле слова иллюзий не бывает. Иллюзия это просто некоторый слой идеологии, который связан с более фундаментальной сферой более сложным образом. Ну, например, точно так же, как наша идеология, связана с природой не непосредственно, а через систему социально-экономических и производственных взаимоотношений. Поэтому в каком смысле любая идеология тоже может относиться к внешней среде как иллюзия по отношению к социально-экономической производству. Субтитры создавал DimaTorzok